Вы делаете суринамаскар не для наращивания мышц. Если вы хотите познать энергию, сейчас она сконцентрирована в форме этого тела. Только если вы будете использовать её определенным образом, энергия будет искриться, а иначе она будет как ком Земли. Если вы хотите, чтобы ваша энергия искрилась, её нужно поддерживать определенным образом. Так что, какую бы физическую садхану вы не выполняли, целью является не наращивание мышц, не физическое превосходство у себя дома. И обращаясь к дамам, вы можете стать сильнее мужчин. За 90 дней садханы вы можете стать сильнее. Если ваша энергия искрится, и ваш ум сконцентрирован, то вся ваша жизнь будет развиваться в определенном направлении. Иначе фокус ума будет постоянно метаться из стороны в сторону, не зная, по какому пути идти. Сама жизнь внутри вас будет в растерянности, она не будет знать, в какую сторону ей идти. Я бы сказал, что более 95%. На самом деле, я думаю, 99%. Но чтобы не ошибиться, говорю, что по крайней мере 95% человеческой энергии тратится впустую, потому что большинство людей не могут удерживать что-либо в своем фокусе внимания достаточно продолжительное время. Иначе каждый из них открывал бы новое окно, новую дверь к чему-то новому. Если бы все 7 миллиардов человек сконцентрировали свой ум и сознание, подалось бы абсолютно все, ничего бы не осталось неисследованным. Если человек будет удерживать свой ум, свои энергии и свое сознание, сконцентрированным в одном направлении, в течение продолжительного времени, он не только осознает природу своей жизни, но и прошлые 84 меры. Субтитры создавал DimaTorzok